Активизация преднестровско-российских отношений началась весной прошлого года, когда впервые назначенный спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин приехал в Тирасполь. Тогда российский политик заявил, Приднестровью нужна не рыба, а удочки. Во время своего второго визита Рогозин приехал в сопровождении большой делегации экономистов и вместе с ними посетил ряд предприятий республики. Здесь надо создавать нормальные экономические условия для жизни региона, для того, чтобы он как можно быстрее перешел к самостоятельности в экономическом отношении. Вот это самое важное. В рамках визита были проведены консультации по вопросам активизации экономического сотрудничества Приднестровья и Российской Федерации. Подготовлены ряд проектов документов, которые мы передали российской стороне для дальнейшего изучения. Мы надеемся, что в рамках изучения будут выработаны схемы взаимодействия между Приднестровьем, между экономическими агентами. Уже весной нынешнего года было объявлено о реализации крупномасштабной программы по линии ОНО «Евразийская интеграция». А в сентябре Дмитрий Рогозин и Евгений Шевчук заложили памятную капсулу в фундамент одного из 12 социальных объектов. Мы вас в беде не оставим. Параллельно шла разработка правовой основы нового этапа Приднестровско-российского взаимодействия. Работа над документом велась с обеих сторон. В итоге 25 октября в Москве Евгений Шевчук и Дмитрий Рогозин подписали совместный протокол. Прежде всего, для государственного сектора, что крайне важно, это возможность работать с министерствами и ведомствами Российской Федерации напрямую. Это значит, что в развитии этого протокола в самое ближайшее время будут заключены профильные межведомственные соглашения, определяющие формат работы, регламент работы и конкретные направления работы между министерствами и ведомствами. В протоколе намечены шаги по активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, от экономической до информационной. Мы имеем особую заинтересованность к тому, чтобы все пункты этого соглашения, они были наполнены конкретикой и получили свое развитие. Должна быть инициатива именно с нашей стороны. Первоочередное внимание в протоколе уделено торгово-экономической сфере. Россия и Приднестровье готовы предпринять меры по активизации торговли и увеличению взаимных торгово-экономических обменов. Мы должны будем включиться сегодня и в программу государственных закупок Российской Федерации, и в программу государственного заказа. На наш взгляд, это серьезный шаг в направлении поддержки нашего преднестровского производства и стабилизации нашей экономики. Документ также предусматривает включение преднестровцев в российские социальные проекты. Намечено сотрудничество в банковской сфере. Скептики говорят, в протоколе мало конкретики. Эксперты отмечают, это и не обязательно. Конкретные шаги по реализации положения документа должны быть разработаны на межведомственном уровне. Это подписание, мне кажется, очень важным именно в контексте предстоящих вильнюсских соглашений, вильнюсского саммита. Потому что все мы прекрасно понимаем, какая сложная ситуация может возникнуть в Приднестровье, прежде всего в экономике, в зоне безопасности. И сейчас подписание этого рамочного документа, оно четко отражает позицию России, которая по-прежнему Приднестровье поддерживает, помогает ему и строит планы на дальнейшее сотрудничество.